Шестым материком, который открыл человек, является загадочная и неповторимая Антарктида. Это место планеты привлекает к себе профессиональных исследователей и просто романтиков своими красивыми уголками и достопримечательностями. Самые невероятные и интересные факты, 1% всего материка занимают пустынные долины и оазисы, льда там никогда не было и не будет, места по климатическим условиям самые жесткие на Земле, так как дождя и снега не наблюдалось около 2 миллионов лет. Единственное, чего там, в избытке, это невероятное множество камней. Со времени открытия материка, на его территории родилось 10 человек, первый из них, Эмилио Пальма, у командира отряда армии Аргентины исследовательской базы в 1978 году. Несколько миллионов лет назад Антарктида находилась в тропическом климате с высокой концентрацией углекислого газа. Это было зеленое место с животными и птицами, если выбросы СА-2 будут продолжаться в таких количествах, как сегодня, парниковые газы приведут к таянию всего материка. На сегодняшний день на материке располагаются два больших города, Вилла Лас-Естрелас и Эсперанца. По сути, они являются действующими исследовательскими станциями со своей инфраструктурой школой, больницей, общежитием, почтовым отделением, мобильной связью и интернетом. С 1992 года в Антарктиде запрещено пользоваться собачьими упряжками во избежание пугания местных тюленей, которые могут нанести вред миру фауны. Холодный климат Антарктиды славится самым большим количеством метеоритов, так как при таких погодных условиях невозможен процесс коррозии и сохраняются они прекрасно в отличие от влажных джунглей, где они моментально повреждаются влагой. С 1975 года по сегодняшний момент собрано несколько десятков тысяч образцов метеоритов. Гигантский айсберг Антарктиды, который в 2000 году разрушился на множество мелких частей и уплыл в море, был настолько огромным, что по площади превышал Ямайку. На Антарктиде нет змей и рептилий, но водятся многие виды млекопитающих животных и различные птицы, все они приспособлены к суровому климату континента. Одним из интереснейших фактов является то, что большинство запасов пресных вод, около 65% находится именно здесь. Материк не имеет часового пояса, в городах используют время государства, к которому они относятся, или время страны, которая находится на самом близком расстоянии. В Антарктиде даже есть один банкомат, работает с 1998 года, установлен банковской компанией Уэлс-Фарго. Материк сам по себе удивительный и многообразный, окутан множеством легенд и тайн, поэтому привлекает к себе не только множество научно-исследовательских экспедиций, но и обычного обывателя. До сих пор Антарктида не принадлежит к собственности какого-либо государства, в ней возможны лишь научные исследования. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.